Есть. Есть. Все. Надевать 13-килограммовое снаряжение самостоятельно им еще не доверяют. Уж тем более складывать. На счету Ильи и Димы пока только один прыжок. Тот мартовский день – это день, когда они победили страх. И теперь, словно магнитом, мальчишек тянет на аэродром. Страшно мне так лично было только в самолете, когда сидели. А потом уже вообще страшно было. Главное было перебороть себя и выйти из самолета. Дальше уже как научились делать техники. С момента взлета до момента прыжка проходит примерно 20-30 минут. За это время самолет набирает высоту, а с парашютистами проводится дополнительный инструктаж. Кстати, если кто-то из них во время взлета прыгать передумал, заставлять его насильно это делать никто не будет. Всего 18 кадедов прошли обучение в школе ДСААФ. Разумеется, с разрешения родителей. 8 часов на тренажерах и 16 часов теории. Школьников азам спорта учили в два раза дольше обычного. История парашюта, непредсказуемой ситуации, немного психологии. А еще негласные правила. Например, парашютисты не говорят последний, только крайний. Как признаются педагоги, таких дисциплинированных учеников давно не было. Мы были за них спокойны, когда они пошли на свой первый прыжок. В каком плане? Потому что по принятию зачетов все зачеты сдали на отлично. С этого года парашютный спорт входит в программу военной подготовки 15-й школе. Два года назад учебному заведению подарили настоящий парашют, который натолкнул на мысль вести прыжки в программу обучения. Тем более, что у кадетов перед глазами пример старших. Парашютная подготовка, она необходима. Кроме того, наши офицеры-наставники, они летчики, и тоже прыгали с парашютом, имеют такую подготовку. Поэтому они тоже загорелись вот этой идеей. Ребята захотели получить такие навыки. Мирно! Равнение на средину! Сегодня кадетам, совершившим свой первый прыжок, вручили удостоверение и значки парашютиста. Большинство ребят сразу же прикрепили их на китель. Многие по секрету признались своим наставникам, что после школы намерены поступить на военную службу. Так что следующая кадетская мечта – голубой берет десантника. Служу Российской Федерации! Александра Артамонова, Алексей Романов. Новости Вологды.